Тону тебя в баню. Не успели только выйти, уже скандалы. Что это такое, Николь? Вышли мы с Николькой в 7 утра посмотреть на масштабы трагедии. Ну, масштабы могли бы быть посерьезнее, с учетом той силы ветра, которая была. Но так не страшно. Да, Николь? Что это такое? Так, отойди от этого. Отойди от этого. Блин, горелый. Отойди. Сейчас я это уберу. Отойди, говорю. Быстро уйди отсюда. Николь, быстро. Ушла? Быстро. Бессовестная. Это вот мне так вот закакивают птички. Они сначала накушаются, вот этого тута, черного, да? А потом они мне так какают. У меня же вот здесь вот, понимаете, сосна. Они сидят на сосне. Бомбочки у меня здесь. Так, мне надо сейчас убрать соседское добро. Пока Николька. Вот я вчера обрывала герань. Пока Николька. Это добро не подобрала. Видите, какие ветки падают. Ветки, шишки. Все это у меня вот так вот. Вот так и будет. Каждый раз после ветра я лечу на дворик. Так. Еду всякую сбрасываю. Диодизм зеленый. Диодизм зеленый. Диодизм зеленый. Диодизм зеленый. Да, сегодня надо будет заниматься двориком. Я единственное, что не знаю. Я посмотрела, и вроде ветер у нас все еще сильный. Видите, небо затянуто. Вот очень, смотрите, какой ветер. Ветер потише, чем вчера, но сильный. Я вчера вечером из-за этого ветра даже не выходила поливать. А надо было бы душик устроить. А это можно сделать сейчас. Я так и сделаю. Я сейчас полью. Убирать я пока не буду. Я уберу потом, попозже, потому что нам надо позавтракать. Пока я буду работать во дворике, хочу ответить на вопрос. То есть совместим с вами это полезное с полезным. Вообще я постараюсь в этом влоге затронуть, как можно больше вопросов, и на них постараться ответить. Значит, вот-вот совершенно свежий вопрос такого характера. А пенсия по педагогическому стажу 25 лет? У вас такого нет? В России, если 25 лет отработал педагогом, можно оформить пенсию? Говоря откровенно, я вам очень завидую, потому что у вас сохранилась такая пенсия. А у нас, если я не путаюсь, с 2006 года уже в силу вступил совершенно другой закон, по которому существует три вида трудовых пенсий. Это трудовая пенсия по возрасту, трудовая пенсия по инвалидности и трудовая пенсия по случаю потери кормильца. К сожалению, у нас уже не действует трудовая пенсия по выслуге лет. К сожалению. Но действительно, раньше такая была, и многие педагоги, например, уходили из школы, отработав 25 лет и уйдя на пенсию по выслуге лет. Я пока проливала дворик, Николька бегала вокруг меня. Конечно же, лапки она изрядно подпачкала. Я ей намывала лапки, естественно, все вокруг было мокрое, грязное точнее. И я сейчас стала промывать раковину. И вспомнила, что я каждый раз пользуюсь вот этим сухим мылом хозяйственным. Вспомнила, что у меня целые бутыли жидкого хозяйственного мыла есть. И принесла его в ванную, и буду пользоваться им в ванной. На самом деле, я и носочки вот так застирываю тоже хозяйственным мылом. Думаю, что оно у меня просто так лежит. Ну, не знаю. Но я, откровенно говоря, от того, что им на самом деле почти не пользовалась, я не знала, что оно так сильно пенится. Я его налила очень много. Раковину, конечно, протерла очень хорошо это мыло. Но вот эта пена долго, уж очень долго уходила в трап. Я несколько попыток делала так закрывать кран, чтобы просто эту пену утопить в трапе, убить ее. Но промучилась, ждала очень долго. Вам, конечно, это незаметно, потому что вы смотрите это в ускоренной записи. Но, не знаю, я, наверное, переборщила просто с этим мылом. В следующий раз я количество его меньше, конечно, налью. Ну, мне нравится работать с хозяйственным мылом. Я предпочитаю больше им раковину промывать, чем, например, какими-то средствами. Только в случае, когда у меня уже сантехника, ну, вот, например, смеситель, он становится совсем такой заляпанный, я использую уже более такие сильные химикаты, например, как глосс. А так, хозяйственное мыло нам в помощь. Мне очень бы хотелось обратиться к моим верным подписчикам и к очень активным просто, даже если зрителям, со словами благодарности. Потому что, когда я выкладываю в сообщество чей-то комментарий с просьбой помочь, например, вы откликаетесь, вы пишете свои истории. Спасибо вам огромное, что вы не проходите мимо, что каждый из вас делится своим опытом, своими историями. Зачастую очень трогательными, особенно если это касается женского счастья. Мне очень приятно, что вы настолько отзывчивы, что вы неравнодушны. Это очень важно. Это важно вообще по жизни. И еще спасибо огромное за поддержку моего канала, моих роликов, за то, что вы ставите лайки активны в комментариях, ставите смайлики в комментариях. Это очень помогает. Спасибо, мы с вами вместе растем. Пусть сейчас не так быстро, медленно, но все равно растем. После работы в ванной я перехожу на кухню, разгребаю по местам посуду, которую я перемыла вчера вечером. И к утру, естественно, она подсохла. В общем, обычные действия. Ну и не забываю, конечно, попивать водички. Заготовок полным-полно. У нас, кстати, с вами еще мороженое есть кофе Тань. Смотрите, что у нас есть. У нас очень много всего. У нас есть панкейки. Но мы их пока трогать не будем. У нас есть в том, что мороженое. Но панкейки вообще желательно, наверное, сегодня на кофе Тань. Панкейки лучше я выпью. Вот у меня их 4 штучки. Я 2 панкейка могу. Кофе сегодня. Мороженое может подождать до завтра. А панкейки можно сегодня. Это у меня готовый обед. Это я. Это у меня зараза. Знаете, мой додыр, раковина. Там планочка проходит. Я все время об нее обрезаюсь, когда мою раковину. Не знаю, снизу точнее, когда протираю. Вот булгур с курицей. Плов. Отлично. Слушайте, у меня целый лоток малины. Скоро уже свежая пойдет. Я все никак ее не применю. Господи, боже мой. Знаете, что мы сегодня давайте с вами сделаем? Мы сегодня с вами давайте приготовим запеканку. Вот как раз с малиной у меня творог замороженный есть. У меня есть и черная смородина. Кулечек, полкулечка, полкулечка вишни. Здесь у нас с вами замороженная фасоль. Но мы ее недавно готовили. Так, тут у меня зеленушка, там еще что-то в общем нужно. У меня заготовок, вот я просто вот, не знаю, зажарки, вот, аж три лотка. Недавно с вами делали. Без вас я заморозила, готовила вчера утром яичницу. Вот, ну, омлет с цветной капустой вот тоже нарезала вот такими вот. Нарезала такими, ну, скажите, на соцветия делила и соцветия еще нарезала. Вот, у нас с вами замороженная паприка еще есть. А, еще цветная капуста тоже, это с прошлой заготовки. Ой, это сельдерей, сельдерей крупно нарезанный, сельдерей мелко нарезанный. Ой, давайте мы сейчас с вами с кабачком сделаем омлет. Вот, давайте. Так. Вот так. Вообще, конечно, как его. Мне вот сюда вниз нужно еще две такие корзиночки. Вот мне нужно приобрести, потому что они очень спасают. Вот с ними вид, конечно, более-менее. Я и мясо могу отделить. Так, все, заметано. Мы с вами должны купить вот такие две корзиночки. Ладно, я занимаюсь приготовлением яичницы. Яичница будет у меня омлет, омлет, омлет с кабачком. Вот, одну часть я уже использовала, без вас, конечно. А сейчас, что мы сделаем? Мы с вами зажигаем, включаем подсветку, зажигаем газ. Ставим в сковородку газ. Есть, предупреждаю сразу, я буду из сковородки, потому что я не хочу есть холодную яичницу, то есть омлет из тарелки. Но главное, чтобы она была красивая. Ой, повалилось все. Это не моя жизнь. Я таким выпендрежем, извините, не занимаюсь и заниматься не собираюсь. Ем из красивой посуды ровно тогда, когда мне этого хочется, когда мне этого хочется. У меня хлорликсидин, который спасал мою руку. Здесь у меня размораживаются уже кабачки. Сейчас влага испарится. У кабачки такое дело, они только огонь увидят и все, и уже готовы. Здесь я поставила воду, вот в этой турке, в количестве одной чашки. Она должна вскипеть, потому что я буду заваривать чай. Чай уже здесь, черный чай. Это у нас азар-чай, любимый чай. Хотя у меня есть смесь, можно было и ее заварить, я про нее забываю. Но ничего, тут линкаранский, тут еще смесь цветочная. Да, достанем мед для чая, ложку меда обязательно. А тут я поставила просто разогреваться воду. Чайник, кстати, мне нужно уже помыть. Для термоса разогреваю воду. Все, вот такие у меня приготовления. Сейчас разбиваю яйцо, взбиваю его и замешиваю с молочком. И заливаю кабачки, а масло. Кстати, у меня закончилось масло. Я когда была в Браво, я совсем забыла, что у меня масло закончилось. Ну, сейчас у меня пойдет половина этого кусочка. Значит, на один раз еще есть. Но нужно, что нам нужно? Опять в Браво? Да нет, у нас недалеко от дома есть в 10 минутах ходьбы. Так что можно дойти и купить масло. Вот так готовим завтрак. Пью я исключительно теплую воду и всегда расстраиваюсь, когда у меня в термосе заканчивается теплая вода. Так, остаток можно налить сюда. Если бы раз как раз попить перед завтраком, еще попить, потому что я с утра уже пила. Расстраиваюсь, что нет теплой воды тогда, когда хочется выпить воду. А точнее, не столько хочется, сколько нужно. Это у меня вот остаются кулечки использованные, да, после чего-то. Я их оставляю. Это потом для Николькиных нож. Ну, когда мы с ней гуляем, вот, надо будет их тоже убрать. Наше здоровье. Вот именно вот такая вода должна быть теплая. Она должна быть больше, чем теплая. Ближе к горячему, но не горячей, нет. Она между теплым и горячим. Вот такая приятная. Организм сразу ее так хорошо воспринимает. Поджелудочная этот момент любит. Печень этот момент очень любит. Печенка даже. И, конечно, желчный пузырь. Он начинает давать этот выброс желчи. Хорошо, пошла. Это одна из составляющих хорошего начала дня. Я имею в виду теплая вода. И, естественно, хорошего самочувствия. Там валяются мои задачи на сегодняшний день. Здесь я их еще дописывала. Так, значит, после завтрака будем все осуществлять, дай бог. Здесь, конечно, горит свеча, потому что у меня сейчас начнется с ней разговор. Ну, тут у нас будет с вами что-нибудь, какое-нибудь общение. Здесь чай, который уже заварился, так как мне, в принципе, нужно. Настоялся. Ложечка меда. Ну, не полная. Я не полную беру, потому что я ее не успеваю, честно говоря, со стаканом чая ухлопать. Вот, и, пожалуйста, умлет с кабачком. Вкуснющий. Вы знаете, я ведь этот омлет готовила еще как? Без масла. Нет, как без масла. То есть не на масле, а на самой жидкости кабачков. То есть когда кабачки выдают свою жидкость, я замешиваю яйцо туда сразу с молочком. Я его так раз помешала, помешала, помешала. Готово. А потом кусочек сливочного масла, так, несколько маленьких кусочков, положила, газ отключила и накрыла крышкой. Все, и сливочное масло тает. А потом помешает. Это, знаете, как вкусно. Во-первых, это полезно. Во-вторых, это очень вкусно. Нет, на топленом масле тоже полезно. Но все, что мы зажариваем, не очень хорошо для нашей печени. Любая корочка, она не нравится нашей печени, если что, да. А вот тот способ я очень долго готовила на том способе. Но когда я свою печень уменьшала, когда мне нужно было привести ее в норму, я питалась так. И, честно говоря, она была очень благодарна. Да, не совсем эстетично. Да, где-то что-то здесь пригорело. Да, где-то что-то прилипло. Но зато вкусно. И меня все устраивает. Нет, не то, чтобы я сейчас как-то оправдываюсь. Я вынуждена, оказывается, некоторым товарищам заведомо говорить о том, что мне так нравится. Я так буду есть. Я живу сейчас так, как мне нравится. Вот и все. Да, самое главное. Мне приятного аппетита. Всем, кто за столом, тоже приятного аппетита. Пусть пища идет нам на здоровье, приносит огромную пользу и величайшее удовольствие. Как хорошо, что на моем канале есть очень много зрителей, подписчиков, которые со мной на одной волне и которые просто меня понимают с полуслова. И которым не важно, из чего я ем, важно наше общение. Спасибо, что вы есть, что вы именно такие. Интеллигентные, тактичные. Так, я запустила Жоржа, запустила его в этой комнате. Хочу, знаете, как его запускать отдельно в комнату. Так, сначала он тут у меня поработает, потом я запущу его в спальню. И Коська поела. Утренние процедуры приняла, гуська моя. Иди по зимой, эски. Эй, ты моя ласковая девчулька, ласковая моя семечка. Да, давай, конечно, пузя, а как же, а как же, а как же. Массаж-отделатель пришел, а как же, да, 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 да. Вот. Так, процедурки у нас были. Поела. Давай выключим здесь свет, Николь, да. Вот, я тоже поела, позавтракала. Мне было очень приятного аппетита. Знаете, самое интересное, я вам дело полила на улице, да. Ну, так просто пролила, убрать пока не убирала. Я поэтому Жоржа и запустила, потому что я хочу во дворике убирать, выйти. Но самое интересное, я-то пролила все, думала, сейчас выйду, сейчас позавтракаю на улице. Здесь, за своим любимым столом, в своем любимом кресле. И что вы думаете, да, я просто забыла, что я это собиралась сделать, представляете. Села дома и позавтракала. Ой, это нормально, конечно, нормально. А все почему? В голове это 300 тысяч мыслей всяких разных. Каждую минуту, так, знаете, обработка информации, которую ты поступила, обрабатываешь, поступила, обрабатываешь. И это... Поэтому я пишу, вы знаете, поэтому все свои задачи я прописываю. Иногда даже это не помогает, вот поверьте. Не знаю. Ну, погода так, ничего. Я вот думаю, поехать на море сегодня. Сейчас я посмотрю насчет ветра. Ветер, как, по-моему, 37. Тут уже много, 37 это немало. Если будет утихать, то может быть. Вообще посмотрим. Сказала себе, Рубия, давай сегодня сиди дома, потому что нужно заниматься домашними делами. Ух, у меня дворик. Не знаю, может быть, я что-то на вечер придумаю себе. А, Николя? Николя как всегда ждет. На вечер, может, что-то придумаю. Так, а время-то у нас 9. А я еще, на самом деле, полезного почти ничего не сделала. Нет, я выгрузила ролик. Ролик выгрузила, уже большое дело. Жожа запустила. Позавтракала. С Николькой поработала. А сейчас у меня что еще есть в планах? Мне нужно погладить. Я несколько дней стирала. Так что, что буду вас мотивировать на глажку? Кстати, давно у нас не было с вами мотивации на глажку. Ну и, как я сказала, я пошла гладить. У меня вещей не так много. Это в основном футболки. Есть несколько полотенц, которые я сняла с веревки. Но так как вы научили меня их не гладить, я теперь проглаживаю только необходимые вещи. А полотенце я буду просто сейчас складывать и убирать в шкаф. Да, из постельного белья я тоже проглаживаю только наволочки. Все остальное не трогаю. Спасибо, что вы развязали мне руки, а еще подарили мне много свободного времени. Я возвращаюсь к вопросам, которые у меня были. Был вопрос, касаемый роботопылесоса. Меня просили рассказать про его марку и как, в общем, я довольна-недовольна, как работа. И давайте мы сделаем так. Я специально заглянула в свои ролики. Нашла там два видео, касаемых роботопылесоса. Я оставляла там отзывы. Поэтому я даже себе уже пометочку сделала, чтобы обязательно и в закрепленном комментарии, и в описании к видео я оставлю ссылки на эти видео, где я как раз-таки делюсь отзывом о работе пылесоса. И еще у меня даже была распаковка этого пылесоса. Я купила его тогда, когда купили мои дети. Они поработали с ним. Я получила от них отзывы. Они сказали, что все нормально. Я тоже подумала, почему бы мне не приобрести себе такого помощника. Еще хочу сказать о том, что совершенно недавно очень странная переписка у меня произошла в моей почте. Мне написала одна зрительница. Нет, она была подписчица, как она мне об этом сказала. Начала она с таких приятных слов. Потом она написала о том, что она моя подписчица и на Телеграм, и в двух Ютубах. К сожалению, она не нашла нигде мой Ватсап. Хотела бы списаться именно там и познакомиться со мной поближе. Вот, ну и дальше шли тоже теплые слова. Но, честно говоря, я человеку написала о том, что я на самом деле свой Ватсап нигде и не оставляю, ни в каких соцсетях. Ну, это как бы и нормально. А если человек хочет со мной пообщаться, то всегда есть возможность пообщаться в личке, и в Телеграм, и в Инстаграм. Я ненадолго отвлекусь от темы. Я сейчас промываю тряпочку от модуля робота-пылесоса и добавляю на тряпочку кондиционер для белья, хорошенечко протираю и запускаю его на влажную уборку. Вот, ну то есть сухой он произвел в этой же комнате на влажную уборку. В общем, я сегодня решила работать так по зонам. Ну, потому что, на самом деле, если я буду, ну, как бы сначала пускать его только на сухую уборку, потом на влажную уборку, мои действия будут ограничены. Я не смогу чувствовать себя свободно и делать то, что мне нужно делать по дому. Желтые глаза, а? Желтые глаза, желтые глаза. Пока я занималась роботом, отглаженное белье немного остыло, и теперь можно его свернуть, буду сворачивать и раскладывать по местам. Возвращаюсь к нашему разговору на почте. Значит, женщина на меня обиделась, тут же написала, что она моментально отписывается от всех сетей, пожелала мне всего хорошего. Я в ответ ей тоже пожелала всего хорошего. Но я, откровенно говоря, вообще ничего не поняла. Правда, если люди хотят общаться, то, пожалуйста, со мной девочки общаются в Телеграм не только в группе, но те же самые группчане со мной общаются и в личке. То есть они пишут о своих каких-то проблемах. Они даже просто мне пишут реакцию на какой-то мой ролик, отдельно со мной это обсуждают. Это так нормально. Ну почему именно в WhatsApp? Сейчас пока работаю, периодически заглядываю в творческую студию, ну как слежу за вашими комментариями, отвечать на них на самом деле сразу у меня нет времени. Я просто отслеживаю гадкие комментарии, вдруг если появятся, честно вам скажу, значит буду удалять. В принципе, как себе и вам обещала. Но я не хочу мусор на канале, поэтому если появляются тут всякие учителя, я их сразу... Мне хватает меня, поэтому всех остальных учителей я просто это... Просто либо удаляю комментарий, если я вижу, что они продолжают как бы умничать, то я потом просто их блокирую. И вот приходит мне здесь... Да, сейчас, в общем, открываю творческую студию от Натальи Филтудова. Наталья Филтудова, да, наверное, если я правильно читаю. Почему я без очков, честно говоря? Или Филтудова, или Филгудова. Другие, добрый день. Да, идут сначала теплые слова. Спасибо вам огромное. Это просто мой зритель, не подписчица. Пишет, значит, хотела спросить у вас по поводу моркови. Замораживала раньше натертую свежую. По моему ощущению, у нее появляется неприятный для меня привкус. А у зажарки он есть? Я вам скажу откровенно, я никогда не чувствовала от размороженной моркови никакого привкуса. А зажарка после разморозки, мне кажется, еще вкуснее. Она становится еще нежнее. И я именно поэтому, на самом деле, ее и замораживаю. Во-первых, это, ну, как бы, экономит время мое. С того у меня его очень мало. А во-вторых, во-вторых, мне нравится. Очень нравится. Вот лоткам разложила и все. Я не знаю, может быть, у меня со вкусом что-то не то происходит. Но я никаких претензий ко вкусу после разморозки не имею абсолютно. Разницы не чувствует точно. А вот в текстуре становится нежнее и приятнее. Что у нас? Жоржелла работу закончил, пока я разбиралась с бельем. Ой, какой ты тяжелый, друг. Ты тяжелый, одной рукой тебя не поднимешь. А в другой руке у меня мои дорогие подписчики. Поэтому как-то мне нужно суметь это дело провести. Вот, безболезненно, безболезненно, Жорж. Давай, ты иди, пожалуйста, сейчас на подзарядку. Модуль мы из тебя достанем. Значит, у нас сейчас какая задача? Вот. Отправляем его домой на подзарядку. Какая у нас с тобой задача, Николь? Ну, во-первых, я хочу сейчас, знаете, что сделать? Кофе. Так как сейчас около 10 тряпочку помоем. Пусть он пока подзаряжается. Пока он будет подзаряжаться, я быстренько сварганю десерт творожный. Да? На кофе-тайм. Ну, как раз кофе-тайм будет готов. Сейчас без 5-10. Вот. Будет у меня десерт творожный. Он пока будет, пока я буду тесто готовить, он будет заряжаться. А то он разряжен конкретно. После двух уборок одной комнаты быстро разряжается, если что. И потом перейду в эту комнату. Будем ее освобождать. Да, Николька? Да. Вот. На кофе-тайм пойдем на балкон. Освободим эту комнату. Сами выйдем на балкон. Он будет здесь работать. А мы будем кофейничать. И кое-что еще для тебя будет у нас. Ну, все. Я приступаю к приготовлению запеканки. Ссылку на видео, где я готовлю эту запеканку, я обязательно тоже оставлю под роликом и в комментарии закрепленном. И в описании под видео. Единственное, что я здесь изменила, это вместо манки добавила два вида отрубей. Это пшеничные и овсяные отруби. Ну, потому что так я сейчас стараюсь избегать и соприкосновения с мукой, и соприкосновения с манкой. Ну, потому что это уже десерт. Там уже будет сахар. Если можно сделать более безболезненным его для меня, для моей установки жизненной, то да. И еще я решила не добавлять туда разрыхлитель, потому что пришлось бы вскрывать всю пачку. А у меня все-таки здесь одна треть порции, а не полная порция. Поэтому я добавляю вот соду и гашу ее уксусом. Замешу тесто и оставлю минут на 10-15, чтобы набухали отруби. А тем временем я бегала по дому, искала, в какую же формочку мне все это переложить. Маленькой формочки не было, потому что я всего одну треть порции использовала. Но потом я вспомнила, что у меня есть фольгированные вот такие формочки. Туда побросала кусочек масла в каждую формочку. И на противне нагрела на газовой плите. Смазываю маслом уже растопленным и выкладываю тесто. И ругия была бы не ругия, если бы сделала то, что сказала. Ругия собиралась приготовить этот десерт с малиной. Но, как говорится, в общем, как говорится, один десерт у меня в итоге получился с черной смородиной. Другой десерт получился у меня с вишнью. Вот сверху посыпаю сахарком, чтобы образовалась красивая при выпечке красивая корочка. Вот эта красота у меня до того, как она была отправлена в духовку. А вот эта красота уже на выходе из духовки. Объедение! Ну что, видели, какие у меня красавцы получились, да? Ой, они еще цёплые. На превьюшку. Красавцы. Аромат. Я сейчас по кусочку от каждого обязательно отрежу. Оставлять в фольге я не буду. У меня к фольге немножко такое отношение. Не очень хорошее, честно вам скажу. Я стараюсь избегать этого момента. Вообще, если можно избежать соприкосновения с фольгой, я избегаю. Поэтому, что мы сейчас с вами делаем? Мы просто возьмем пергамель. Уложим. Правильно? Сюда. На подносик. Аня, Коля, а давай мы делаем не так. Подожди. Чтобы нас оба поместилось. Я сейчас сразу выложу на... На подносик. Я фольгурую. Посмотрите. Все пропеклось, все хорошо. Они такие красивые. Мы сейчас с вами просто для... Для атмосферки выложим оба чуда. Так, это на мойку. Вот на даче хочу такую же большую обязательно раковину. Обязательно. У меня туда полностью противень помещается. Вот. У меня душлаг должен быть так. Так что на даче должна быть обязательно такая раковина. Ой, ну как уже красиво, правда? Теперь мы что с вами делаем? Мы завариваем с вами кофе. Николя, давай отчитаемся, что мы сделали на этот момент с тобой. Ну, во-первых, Жош поработал в одной комнате. Вы видели, что мы делали. Пока... Пока что мы делали? Я уже и забыла. Я, знаете, как это сейчас унеслась мыслями. В общем, там, на чем закончилось, я не помню. Но мы потом с Николькой бегали по дому. Но мы как? Я просто бегала по дому. А Николька стулья поднимала. Она освобождала полы, поверхности. Она... Что еще делала? Пыль протирала правильно. Да, все. Сейчас мы завариваем кофе и заправляем Жоржа на остальные комнаты. Сами будем время проводить. На балконе. Николька свое добро уже поела. Сейчас час моего добра, без пятнадцати двенадцать. Ну, ничего, я сегодня позавтракала чуть позже. А, да, вот. Я же во дворике убралась. Во дворике еще убралась. Во дворике убралась. Место подготовила. Николь, забыли вынести сидушки. Сейчас из сидушки тоже вынесем. Вот. Так что, Мэйс, Николь, вообще молодцы, жуткие. Я сейчас посмотрю. Вот эта чашечка у нас сюда помещается. Значит, я ее возьму. У нас же должен быть с вами красивый, красивый поднос. Тофейный. Я готова есть со сковородки на завтрак, на обед, на ужин. Не важно. Ну, что касается кофе-тай, это должна быть определенная атмосфера для меня. Я должна ее получить. Я себе ее создаю. А, кстати, вот оно время подошло. Меня спрашивали, как завариваете кофе. Ругея, расскажите, пожалуйста, как завариваете кофе. Смотрите, это, конечно, для кофе чашка очень большая. Ну, да, я понимаю. Она должна быть меньше. Нет, не хочу меньше, ладно? Ну, она должна быть, конечно, меньше. Вот, точно наполовину. Значит, на такой объем я беру вот эту вот ложку с горкой кофе. Можно и покрепче, но я не делаю себе покрепче. Заливаю холодной водой. Можно, конечно, из-под крана. Но у нас вода из-под крана идет не очень. У меня фильтра нет. Поэтому я заливаю бутилированной водой. Вот на ложку, вот такой объем воды, заливаю холодной. Желательно. И ставлю кофе на вот такой средний газ. Не на тихий, не на сильный, на средний. Что можно сюда в кофе добавить? Вы можете добавить ванильку. Вы можете бросить туда горданой. Молотый. Вы можете, а можете просто размять и бросить. Вы можете бросить туда гвоздичку. Очень большой спектр всяких добавок для кофе. Я не могу пить кофе с лимоном. Для меня это сочетание убиваемо. Я знаю, что очень многие любят кофе с лимоном. Я не могу. Я пробовала, начитавшись о том, что это очень полезно. У меня ничего не получилось, правда. Долго я не мешаю. Мне самое главное размешать, чтобы вся вот эта гуща объединилась с водой. Она на самом деле и так объединится, ее не обязательно помешивать. И кофе я завариваю до закипания. Когда начинает образовываться пенка и она начинает уже дышать, в этот момент я снимаю кофе. Чтобы не пропустить пенку, не изменить вкус кофе. Дело в том, что кофе до пенки, во время пенки и после, то есть до того, как начинает дышать, во время того, как начинает дышать и уже после, когда он начинает закипать, три разных вкуса. Меняется кислотность, кислость, кислотность, наверное, так, да? Кофе. Меняется горькость кофе. Все зависит от того, до какой кондиции вы грядете этот кофе. Я кофе вообще предпочитаю покупать с какими характеристиками. Это должна быть средняя обжарка, то есть кофе не должен быть сильно обжарен. Это должна быть кислотность тоже средняя, желательно вообще меньше средней. И обязательно мелкого помола. Кофе мелкого помола мне в турке всегда дает хорошую пенку. Сейчас я завариваю какой кофе. Смотрите, у меня здесь, оказывается, есть три пачки, две из которых последние закупки мы сами закупали. Я отдаю предпочтение Мехмета Фензи. Но должна вам сказать, что его пенка не настолько хороша, как пенка, как оказалось от этого кофе. Не знаю, насколько этот кофе хорош. Отличается по вкусу от Мехмета Фензи, сразу вам скажу. Но то, что он дает изумительную пенку, это да. Мехмета Фензи такую пенку не дает. У меня, по крайней мере, это так. Но на вкус мне Мехмета Фенз нравится больше. В итоге у меня получилось, оказывается, три пачки кофе. Ну и хорошо, здесь у меня уже в емкости почти заканчивается кофе, так что скоро будем пересыпать. Вот, как завариваю кофе, сказала. Что добавляю, сказала. Вы говорили мне тогда, писали. То есть я заскринила в ваш, по-моему, заскринила в ваш комментарий. Вы сказали, что вы с женой смотрите мой блог. Мне очень было, на самом деле, приятно. Вы сказали, что вы завариваете кофе, но кофе горький. Я горечь кофе убиваю сливками. Чтобы убить горечь кофе, достаточно, наверное, буквально там десертной ложки сливок, а может быть даже и чайной. Ну, десертной, наверное. Вот я, в принципе, столько и доливаю сливок. Иногда, конечно, перебарщиваю. Вместо сливок можно и молоко добавить. Иногда перебарщиваю. Можно, знаете, что еще добавить? Мне как-то кто-то посоветовал, сказали, можно в кофе... Я пробовала, так, я в кофе добавляла какао. Это тоже очень вкусно. Кофе со вкусом какао. Можно еще добавить, мне написали, что... Сейчас я скажу. А, корицу. Кофе, какао и корицу. Вот. Говорят, что очень ароматно. Не корицу. Цикорий. Вот мне почему-то такое сочетание сказали. А еще, да, вот я сейчас про корицу вспомнила. Я очень люблю кофе с корицей. Это кофе по-арабски, да, арабский кофе. Мне очень нравится. Я часто тоже добавляю корицу. Сейчас я в кофе добавлять ничего не буду. Почему не буду? Потому что, ну, у меня здесь достаточно всяких вкусов. Во-первых, я кусочек поем вишневого кекса, кусочек поем черно-смородинового кекса. И там, и там ваниль, и там, и там кислинка. Разные вкусы, разные сочетания. Я получу сейчас большое удовольствие. Сливки готовим. Я вообще очень люблю, да, это время, вот этот кофе-тай. У меня дочка говорит, мам, наверное, ты себе вот этот ритуал придумала. Он для тебя что-то значит, и ты от кофе отойти не можешь. Она говорит, ты же можешь заменить кофе, ну, если того будет требовать. Не всем же можно кофе. Кофе на самом деле все-таки на желудок действует, да. Кофе как полезно, так и одновременно есть от него вред определенный. И она говорит, ты вот этот вот для себя момент придумала. Ты живешь в этом моменте, ты его ожидаешь каждый день. Но ты же можешь заменить его на какой-то другой ритуал. Возможно, да. Возможно, да. Но кофе я люблю. Я когда захожу, особенно в мол, если я чувствую аромат кофе, то все. Даже если я кофе выпила дома, то мне становится плохо. Поэтому я стараюсь, если я знаю, что я сейчас попаду в мол, а я знаю, что я как туда зайду, я обязательно почувствую этот аромат, потому что у нас на каждом, чуть ли не на каждом этаже кофейни. И я захочу там обязательно кофе. Нежелательно пить кофе очень много. Да, говорят там 3, даже иногда 4 чашечки. Ну какие чашечки? Вот такие. Все, мой кофе задышал. Смотрите. И получается вот такая красивая пенка. Но это именно с этим кофе, понимаете? Только начинает дышать, только начинает подниматься, все тут же. Главное, чтобы не было бурления. Многие заваривают, именно доводят до бурления, у них тоже каким-то образом получается пенка. Но даже если не будет пенка, я уже не могу пить такой кофе. Для меня это как перебродивший чай. То есть вот когда мы завариваем, именно завариваем чай. Для меня, я, кстати, вам покажу, я тоже обещала, меня просили показать, как я завариваю чай. Вот я либо уже в какой-то логе это показала, либо это покажу. Ну, в общем, хочу сказать, что для меня это то же самое. Что вскипевший кофе, что вскипевший чай, меняется очень сильно вкусно. Выходим сейчас, выходим на балкон. Да, я договорю, пожалуйста. Выходим. Вот ты все уже получила. Ну, Коль, что и все у тебя нет? Да. Она меня перебила, я не помню, о чем мы с вами говорили. Вот, добавляем чуток сливок. Самое главное не переборщить. Потому что сливки не должны убивать вкус кофе. Сливки должны приглушить, притупить горечь. Вот. Но только не вкус кофе. Все, у меня сейчас самая норма. Вот мне нравится, как я добавила, сколько я добавила сливок. Все, Матильда, пошли. Пошли, давай. Давай, пошли. Да, да, давай, пошли, пошли. Ой, да, да, пошли. Пошли, давай. Пошли, давай, 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 давай. Выходим, Солнце. Ой, посмотрите, как же мне сейчас будет хорошо. У меня так чисто, так замечательно. Ой, шланг надо из-под солнца убрать. Я немножко пролила, опять поливала здесь вот на балконе. Ой, коврики тоже надо будет почистить. Я не знаю, буду я сегодня их мыть или не буду. Может быть и помою вечерком. Ну, вечерком. Ну, пусть они пока здесь лежат. Так, надо не забыть запустить джорджелла. Вот. И красота. Еще раз прошлась по цветам, еще раз пособирала старые листики. Вот. Все так красиво. Слушайте, как же я люблю. Как же я люблю. Особенно вот этот цветной уголок, бело-красный, бело-коралловый, вообще очень люблю. Горшочки перевесила на эту сторону. Ну, потому что хочется не только зад горшочков лицезреть, но и цветы на самом деле тоже хочется видеть. Приятно, однако. Приятно. Я уж прям, знаете, зависаю вот на картинке, да. Смотрю туда, смотрю сюда. Прям на этом на всем зависаю. Ой, как хорошо. Ну, что. Я, правда, без свечи. Ну, ничего. И так душно на улице. Свечу можно зажигать дома. Сейчас порежу и кусочки вам покажу, какие они получаются. Николь, ты свое уже получила. Я тебе сейчас налью водички и все, хватит. Не наглей. А ты, да, ты давай прыгай здесь, хорошо? Попрыгунчик. Все, я отчиталась во всех сетях о проделанной работе. Сейчас мы будем с вами пробовать десерт. Так, знаете, что сделаем? Я разделю на 4 части. Одну четвертую от одного десерта и одну четвертую от другого десерта. Такой еще горячий, несмотря на то, что я сейчас так долго отчитывалась. Это одна часть десерта. Эту красоту даже надрезать жалко, поверите? Ну, честное слово. Даже надрезать ее жалко. Красиво. И вкусно. Видите, как много начинки? Я не пожалела. Первый глоток кофе. Глоток новой жизни. Наверное, у меня день исчисляется с 11 до 11. С 11 утра до 11 утра. Кофе хороший. Понимаете, этот десерт на потрубях, он нежнее, мягче, чем на манке, чем на муке. Он дает такую клейкость, слизистость, что ли, определенную. Меня лично, если вы с отрубями дружите, значит, вас это никак не будет смущать. Меня лично это вообще никак не смущает. Я понимаю, что здесь нет ничего вредного, кроме сахара. Но и то, его здесь мало. У меня сахара меньше нормы. Мне приятно, вы пофигите. И вам, если вы сейчас получаете удовольствие от жизни, приятно, время провождения. Смотрите, какая у меня картина. Какой у меня фон. Фон. Эх, спас. Бабочки летают. Николай за ними охотятся. Мне однажды, недавно совсем буквально, одна зрительница написала, как хорошо у вас на балконе, как красиво. Цветы. Другая пишет. Да что там хорошего? У нее зор обнесен забором, и никакого вида ничего. Вы понимаете, кто что увидел? Кто увидел хорошее, а кто кроме забора ничего больше не увидел? Что в ком сидит, то о том и говорит. Мы же сами видим цветы, правда? А забора мы сами не видим. Мы же сами на одной волне. За нас! КОНЕЦ! 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 КОНЕЦ!